Девушки отдыхают И вот то, что мы видим в Египте, то, что видят туристы, когда приезжают, они это все сделать не могли. И в частности, туристам в Каирском музее еще где-то показывают вот эти вот дырки в граните, такие шикарные, и говорят, мы не знаем, как это было сделано. Я так понимаю, что ты знаешь, как это было сделано, и ты уже проводил какие-то опыты и показал, что это можно сделать с теми техническими возможностями, которые у египтян были. То есть, обычной медной трубой. Я тебя правильно понимаю? Да, конечно. Как? Медной трубкой? Медной трубкой, да. Но медь же мягче, чем гранит. Мягче. Так. Но медь-то не сверлит. А что сверлит? А сверлит абразив. Так, то есть, это песочек какой-то обычный? Песочек, да, либо обычный песок кварцевый, ну, он хоть с речки взятый. Кроме песка, у них также был и корунт. То есть, природный корунт называется наждак. Так. Вот они его могли брать и также прекрасно работать ими. Угу. Был найден он в отверстии непосредственно, в образце. И также были месторождения в Египте, откуда они могли брать, соответственно. И вот этот инструмент, ты его сделал сам? Да. А почему он вот такой именно? Угу. Так, это вот из чего она состоит? Я вижу вот эту медную трубу, да? Да, медная труба, как бы самое основное здесь. Древко само, которое пошел в ближайший лесок и вырезал. Угу. То, что нашел. Угу. Так как времени не было искать что-то лучше. Так. Оно кривое, но тем не менее работает. Это вот чего? Это маховик. Он дает момент инерции и, соответственно, если у нас там какие-то препятствия в камне, образуется, закусывает что-то. Маховик это все прекрасно прокручивает. Он из чего? И работает. В данном случае я его отлил из гипса. Угу. Можно, конечно, из камня закрепить как-то маховик. Самые простые маховики, наиболее часто, которые можно видеть на фресках, были сделаны из отдельных грузов. То есть это были либо камни, либо, может, какие-то мешки с песком. И египтяне их просто крепили веревками. И они, на самом деле, точно так же хорошо работают. Я пробовал, делал там, как-то фотографии выкладывал. Поэтому тут все, в общем-то, правильно. Угу. Все как у древних. То есть ты хочешь сказать, что вот этой штукой мы вот этот кусок гранита просверлим? Обязательно. Ну что ж, тогда мы приступим, собственно, к эксперименту. Да, для начала нам нужно закрепить гранит, потому что у нас гранит маленький, не такой, чтобы мы его положили в блоки и сверлили спокойно. Поэтому придется закрепить его как-то, чтобы он у нас не уезжал. Камешек маленький. И первая проблема, которая возникает у людей, ну вообще, как можно просверлить в кривой поверхности что-то? Как можно начать? Ну, способ, по-моему, известный со времен еще прадедов царя Гороха. Вот эта дощечка будет удерживать сверло наше, трубку. От съезжания куда-то вправо-влево, в стороны. Мы ее закрепляем, притягиваем и в дальнейшем просто сверлим спокойно. И у нас наш инструмент никуда уже не ускользает, не уезжает. Ну, я думаю, приступим, да? То есть лазер нам не понадобится? Лазер? Ну, не знаю. Надо подумать, куда его здесь приспособить. Для того, чтобы у нас абразив никуда не утекал, я под дощечку положу немножко пластилина обычного. Ну, не стал я искать глину, которая была бы более правильной в этом случае. Ну, египтяне еще в некоторых случаях видно, что они выдал бы дырочку в камне, а потом уже сверлили там. Ну, просто углубление. И там не нужно было никакого пластилина, ничего. Там все в этой ямке все находилось. Никуда не утекало. Вот, сделаем вот так. Вот так, прижмем. Тут у нас пластилин вышел. Так, и притянем струбцинами. Струбцин это не египетские. Ну, если бы у нас был большой камень, я бы просто положил эту дощечку по длине и размерам на камень. И позвал бы египетские какие-то ноги, чтобы они ее подержали. Наступили и зафиксировали. Первые миллиметры идут быстрее, поэтому там достаточно, как правило, 15 минут, чтобы образовалась канавка какая-то, откуда уже не выскакивает ничего. И тогда дощечка уже не нужна. Да, тогда уже не нужна. Хотя мы ее оставим просто потому, что тут ямка, и абразив в ней удобнее, но он тут находится, не утекает никуда. Я еще сделаю бортик из пластилина. Просто, чтобы была ванночка такая. Здесь у нас, куда мы будем засыпать абразив. Все продумано. Если бы был большой камень, мы просто насыпали бы горку и не огораживали бы ничем. Подливали водичку просто сюда и все. А так мы сделаем вот такой бортик. А потом все это зальем водой, чтобы нам просто было легче. Можно, конечно, поливать сверху. Но если у нас есть ведро, мы можем все это поместить в ведро. Мы так и думаем, да, сделать. Вот такие умелые ручки. Хитро. Надо лазер. Лазером-то проще было бы. Да. Ну, сыпем. Я прямо сюда вот сыплю. Это карболит на самом деле черный. Тут куча примесей. Я думаю, что это хуже, чем наждаку настоящий нормальный. Скан у нас будет тут. Заливаем водой. Вода нильская хоть? Обязательно. С бочки вот сдачи. Тут там даже какая-то мошкара успела личинки отложить. Так что все правильно. Весь секрет в личинках, на самом деле. Конечно, они же там выгрызают. Выгрызают. Ну, собственно, самое интересное сейчас начнется. Да. Давай, покажи класс. Начинаем. Устанавливаем на место. Ну, и все. Ускоряемся. Ускоряемся. Устанавливаем на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, слушай, вода уходит, надо останавливаться. Вода уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, там пластилин, видимо, прохудился под дощечкой. Ну, давай тогда посмотрим. У меня на него она уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам тогда надо открыть и посмотреть просто что-то. ПОСМОТРИМ, Чего у нас наследилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могли. Я хочу сказать несколько слов на тему, зачем мы вот это все затеяли, зачем мы тут два дня потеем, стираем руки в кровь, занимаемся каким-то странным экспериментом. Дело в том, что последние несколько лет в российском интернете, в блогах, в социальных сетях появилась такая многочисленная группа персонажей, которые морочат людям голову. То есть они рассказывают о том, что нас обманывают историки, что вся история сфальсифицирована, что все было не так, как написано в книжках. Ну и в частности, что древние были криворукими неумехами, ничего были не в состоянии сами сделать, что это были такие говорящие мартышки. А на самом деле все достижения древних, которые мы можем видеть в Египте, в Америке, в Китае, это все плод деятельности инопланетян, атлантов, каких-то загадочных, неизвестных нам цивилизаций. И вот эта категория, такая она достаточно агрессивная, это люди, которые ничего не знают, ничего не читают, ничего не хотят знать. И при этом они конкретно пудрят мозги наивным читателям, зрителям. Они показывают красивые фотографии, рассказывают какие-то небылицы. И это вообще, на мой взгляд, просто разрушительно для образования, разрушительно для российской науки. И когда мы, ну в частности я, когда я начал пытаться ввести какую-то разъяснительную работу, то выясняется, что когда ты что-то пишешь, какие-то статьи, или даже что-то рассказываешь на видео, это не убеждает. То есть людям нужно показать, чтобы они видели своими глазами, вот некое действие. И поэтому мы решили сделать, даже, наверное, некую серию таких экспериментов, серию сюжетов, где показать вот эти древние технологии, где показать, что с помощью таких простых, примитивных приспособлений действительно можно решать достаточно сложные технические задачи, и что древние вполне могли бы в состоянии это сделать. То есть археологические доказательства, и что это можно показать. Как мне часто пишут, вот вы диванные ученые, там что-то вы сочиняете, в теории все красиво, давай-ка ты сам-ка сделай что-нибудь, а мы посмотрим. Вот, пожалуйста, мы это делаем, и результаты вы увидите. Один из вопросов, который поступал постоянно, это как можно высверлить перекрещивающееся отверстие. Невозможно, казалось бы, что если высверлить одно отверстие, то второе уже куда-то уйдет, сверло уйдет. На самом деле ничего сложного нет. Давно известный способ, прадедовский, использовался с Бога, из каких времен, делается, что сначала накладывается кондуктор на отверстие, то есть на будущее отверстие, просверливается, затем передвигается, переставляется, и сверлится второе отверстие. Вот и вся загадка. И таких отверстий можно сделать сколько угодно вокруг. А потом выбить, и получим какой-то результат, какое-то уже большое отверстие, какой-то сложной формы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Древним египтянам требуется отдых. Поэтому, Николай, заканчивай. Давай посмотрим, что у нас наконец получилось. Так, сколько у нас тут? Ну? 50 там без... без 2 десятых. 5 сантиметров. 5 сантиметров должно быть точно. Ну, теперь самый ответственный момент, это извлечь керн, чтобы он у нас желательно остался цел. Дело простое. Зубильцем. Да, делаем зубильцем вот так вот. О, слушай, с двух ударов. Мастерство. Класс. Мы присели отдохнуть после трудов праведных, и заодно с Николаем обсудить, что у нас получилось. Ну, получилась вот такая вот штуковина. Во-первых, вот я обращаю внимание, что она немножко расширяется книзу. А как раз часто говорят, вот когда обсуждают вот эти древнеегипетские штуки, что там есть керны вот эти, которые расширяются книзу, или наоборот, сужаются книзу, и что вот таким способом, как мы делали, такие штуки не получить, а можно это сделать только каким-то высокотехнологичным инструментом. А что он такой получился? Получился, потому что, когда мы работаем, у трубы серьезное биение есть. И труба сверху бьет больше, чем снизу. Снизу она оперта. Биение, это она вот как бы ходит вот так. Да, она ходит, и, естественно, сверху она вырабатывает больше. Большая часть. Поэтому разрез получается V-образный. Вот это вот как раз одна из проблем, которая якобы проблема у людей есть с этим делом, что не могли так сделать. Вот и все. На самом деле ничего сложного нет. Вот здесь вот можно на этом образце очень четко увидеть, что вот вставлен керн на свое место. Можно четко видеть, что сверху разрез шире, чем снизу. Ну вот, собственно, такая проблема. Ну и тогда я сразу предвосхищаю еще один вопрос. Это о острой кромке. Вот этой вот режущей кромки. Да, там просто... Я читал, что вот если начать ты медной трубой сверлеть, она затупится быстро. А у нас она получилась наоборот. Вот можешь взять и показать. Да, она не затупляется, она наоборот. То есть получается, что она самозатачивается. Она наоборот самозатачивается. То есть вот если, не знаю, видно или нет, что здесь вот уменьшается размер трубы. И сначала мы мерили, сколько у нас было там, 1,8 миллиметра, да? А вот если сейчас мы померяем. Она у нас 1,6. То есть она сама еще и заострилась, заточилась. Да, 1,6. То есть вот 0,2 миллиметра у нас съел на этой глубине. И если бы мы сверлили глубже еще, и особенно если бы вес маховика был меньше, тогда бы заострение было еще более серьезное и практически ушло бы в нет. То есть вот как можно видеть фотографию в интернете, там иголочкой тыкают в такой вот разрез от трубчатого сверления. Вот мы можем тоже потыкать. Вот у нас есть образец. И прямо, ну, то же самое почти. Сужение. Да, то же самое. Здесь чуть-чуть более тонкое, чем у нас на образцах. Ну, и здесь, и вот здесь тоже. Фактически то же самое острое внизу. А вот эти пресловутые канавки, то есть пишут, что на этих вот древних кернах там прям такие спиралевидные канавки, строго с ходом, там, с шагом, там, в 2 миллиметра. И что это значит, что вот этот инструмент, он прямо с каждым оборотом на 2 миллиметра уходил вглубь вообще. Ну, давай посмотрим, во-первых, сколько у нас там, 2 миллиметра или не 2, так, чтобы виднее было. Вот так вот канавки, наверное, виднее, да? Ну, вот можешь приложить линейку и посмотреть, сколько там у нас миллиметров. А там по-разному. Один, я вижу, там где-то меньше двух. Где-то там и один миллиметр получается. На самом деле, ширина гуляет весьма. Естественно. Ну, точно так же в Египте она гуляет. Почему разрез, форма отверстия, бывает и сужающийся в глубину, и расширяющийся. У меня получалось, вот первые мои опыты, я делал трубкой, которая имела разрез. То есть, по сути, я взял лист металла, обернул вокруг трубы и закрепил хомутами. Он имел здесь разрез. В этом большой плюс еще абразив поступает. Видимо, поэтому у меня канавки получились лучше, чем вот на этом керне, на нашем. И в этом случае получается, если есть разрез, вот эти вот биения, которые вы все увидите на экране, за счет этих биений идет разгибание вот этой трубки. И она постепенно, постепенно разгибается, превращается в такой колокол, в юбку. То есть, если сверлить, то в случае разрезной трубки получится расширяющаяся в глубину отверстие. Если же мы возьмем цельную трубку, как вот эта вот, у нас отверстие будет сужающееся, да. Сужающееся, потому что она не расходится. Вот там потом можно будет померить внутри и увидеть, что она действительно будет сужающееся. Все вроде. Да.